Политика скандала, свежие новости. Вначале главным. Погнали! Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов, лиц и восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщила Пресс-служба главы государства. Разноработанные совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Существует уголовного кодекса, который в феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной. Гражданская конфискация допускается директивой и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах. Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производство в незаконном обогащении совершенно до признания неконституционного этой статьи уховано кодекса Украины. Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 тысяч гривен ответственность не смогут избежать и топ чиновники, которые незаконно обогащались раньше и те, кто решится на это в будущем. Таким образом, наработанные ранние материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании дохода государства незаконным нажитым активом. Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам на обу согласованных с прокуратурой САП. Расправлению дел о незаконном обогащении, признании необоснованным активом и их взыскании в доход государства предлагается отнестись к дикции Высшего антикоррупционного суда. Это должно стать дополнительным гарантием без пристрастного рассмотрения соответствующих дел. Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это и определенная конвенция ООН против коррупции. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима. Услышимся, дядя Дима.